Сейчас у нас на тестах аккумулятор B22, Hilti, 5 ампер часов ручной сборки. Все индикаторы горят. Это означает, что аккумулятор заряжен и можно приступить к его полевым испытаниям. Давайте подключим нашу нагрузку. Нагрузка всю энергию будет рассеивать в тепло, поэтому поставим аккумулятор сверху, чтобы тепло ему не доставалось. Включаем нагрузку. Видим, что аккумулятор 29,4 Вольта. Давайте в центр подвинем. Все. Здесь у нас будет указаться напряжение аккумулятора, ток разряда, сколько ватт-часов отдал аккумулятор и сколько ампер-часов отдал аккумулятор. Я думаю, ампер-часы нам будут более интересны. Верхняя строчка – это в ватах нагрузках. Вторая строчка – это ампер-часов, сколько аккумулятор отдал. Третья строчка – это ампер-часов, сколько аккумулятор отдал. Будем ориентироваться на вторую строчку. Включаем нагрузку. Я думаю, 7 амперами мы пока что ограничимся, даже поменьше сделаем. Спешить особо некуда. Все, тесты пошли. Склейки я делать не буду, перемот. Максимум, что я сделаю, это ускорю видео. То есть, чтобы тест был честный, склейки здесь не будет. То есть, сейчас он отдал 60 мАч. Мы 6 Ач. Все, тесты пошли. Начали. Так, аккумулятор отдал 4,5 Ач. Слишком сильно мы высаживать не стали. Сейчас оставшиеся слишком сильные, в смысле по напряжению слишком сильную просадку. Сейчас еще более меньшим током доразряжим его до конца. Опять же, до конца разряжать не будем. Разряжим до предельного максимума. Так, ну я думаю, до конца мы разряжать его в ноль не будем. Я думаю, до конца мы его в ноль разряжать не будем. В принципе, до 5 Ач дотянет. Я просто не сторонник того, чтобы сильно разряжать аккумулятор прям. Получился у нас 94,7 Ватт-часов. 4,5 Ач он отдал. Он еще 0,5 Ач точно отдаст. Но в такой нулин мы его высаживать не будем, в принципе. В принципе, вот так вот по тестам. Индикация говорит, что его нужно зарядить. Нагрев не сильный. Все в пределах нормы. Ставим на зарядку. Зарядку тоже надо бы включить.